ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство внутренних дел подтвердило, что в некоторых российских регионах планируется провести эксперимент по внедрению электронных документов на автомобиль и водительских прав. Ожидается, что водитель сможет предъявлять инспектору ДПС QR-код, который дает доступ к необходимой информации. Считывать код дорожные полицейские будут не с помощью специальных устройств, как говорилось ранее, а с помощью своих смартфонов и установленного на них специального приложения. При этом не идет речи о том, что обычные бумажные документы и права с собой можно не возить. ТРАССА СТО ОДИН Около трети российских автомобилистов в этом году собираются поменять машину. Опрос в разных регионах провела компания Авито. Почти половина этих респондентов нацелена на новую иномарку. Свежую отечественную машину планирует приобрести только каждый десятый респондент. Что касается суммы, то большинство отталкивается от планки в один миллион рублей. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ауди рассказала кое-что о новом премиальном кроссовере Q9. Скорее всего, новинку представят в 2022 году. Длина машины будет доходить чуть ли не до пяти с половиной метров, ширина более двух метров, колесная база – три метра. Немцы обещают вложить в автомобиль все лучшее, что ими придумано. Что касается вариантов силовых агрегатов, то их будет не менее шести. В том числе это дизельные шестерки с отдачей 230 и 290 лошадей, а также бензиновый мотор V6 мощностью 340 лошадиных сил. Добавлю, цены на Ауди Q8 сейчас начинаются от 5 миллионов 205 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Кстати, стоимость иномарок подскочит в феврале-марте этого года, говорят эксперты. Причина – увеличение утилизационного сбора. Власти не решились внедрять его с 1 января, однако это произойдет в конце зимы – начале весны. По некоторым оценкам, автомобили зарубежного производства подорожают в среднем на 70 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Ниссан собирается запустить в России продажи нового поколения Pathfinder. Официально эта модель ушла от нас в 2017 году. Мировая премьера кроссовера намечена на 4 февраля. По неподтвержденным производителям данным, машина получит двухлитровый турбомотор, работающий в паре с вариатором. Велики шансы и того, что останется прежний агрегат с бензиновой объемом 3,5 литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин